Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этот раз мы с вами посмотрим слитый трейлер анонса Xbox Series S. В этом видео, помимо того, что мы посмотрим данный трейлер, мы обсудим все то, что там показали, ответим на вопрос, что же делать с Xbox One X, обсудим, так скажем, технические характеристики и тому подобное. Перед началом видео попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну и напишите в комментах ваше мнение, как вам Xbox Series S, если вы, конечно, его видели. Давайте начнем. Кстати, почему трейлер слитый? Дело в том, что его нету на официальном канале, и на момент записи его можно найти только на no-name каналах. Вот так вот. Короче, все. Го смотреть. Так, погнали. Вот музон у них всегда клевый. Майки могут в трейлеры. Симпотная консоль, как ни крути. 60% меньше. Я думал, будет в половину. Кстати, так он вообще похож на адаптивный контроллер для людей с ограниченными возможностями. Ну, куда же без ультимейта. Музон они, конечно, офигенно подбирают вообще. Хейла. 300 баксов в ноябре. Супер. Так, остановимся на этой картиночке и, в принципе, о самом дизайне. Дизайн получился клевый. Дело в том, что он похож на консоль Xbox One S. По сути, они мало что переделали, кроме как, наверное, увеличили его габариты. Вот. И что бросается сразу в глаза, так это вот этот вот темный круг. Но эта черная фигня, мне кажется, сделана специально для того, чтобы обычный пользователь смог отличить Xbox One S от Xbox Series S. Я прекрасно понимаю, что мы с вами, так скажем, разбираемся в консолях, можем отличить там Xbox One X, Xbox Series X. Но дело в том, что многие ребята, они вообще даже не знают, что есть новое поколение, есть какое-то старое поколение. И как раз-таки для тех, мне кажется, и сделали такое явное отличие. Потому что, в принципе, они очень похожи. Еще более похожа данная консоль на Xbox One S Digital Edition, поскольку она также без тисковода. Исходя из комментариев, которые сейчас пишут про эту консоль, многим дизайн не понравился, что якобы ждали чего-то большего. Все думали, что это будет маленький коробок. Кстати, он, ну, на мой взгляд, тоже прикольнее выглядел. Но майки молодцы в том, что они, скорее всего, не тратят дополнительных затрат на разработку дизайна. Поскольку, если вы хотите красивый дизайн, то это издержки. И если бы был красивый дизайн, скорее всего, консоль была бы просто дороже. А так она стоит 300 баксов. Мне, кстати, очень понравилось, что консоль все-таки получилась намного меньше. На 60% меньше, чем Xbox Series X. Это очень классно. Она получилась тоньше и получилась короче. Дело в том, что когда мне пекли торт, мне, ну, в виде Xbox Series X, мне его пекли в оригинальную величину Xbox Series X. То есть, это получилась реально большая бандурина. То есть, когда вы вживую увидите Xbox Series X, вам покажется он реально огромный. В этом же случае Xbox Series S будет сопоставима с размерами, скорее всего, One X. Что, в принципе, неплохо и такую консоль легче приспособить в нынешний интерьер и, так скажем, найти для нее место, нежели для Xbox Series X. Короче, насчет дизайна. Мне он понравился без всяких, но тем более, как бы дизайн, мне кажется, самое последнее место консоли, поскольку вы не смотрите на нее, когда играете. Вы просто ее положите и все. Вы максимум на нее смотрите тогда, когда ее включаете, выключаете или проходите мимо нее. То есть, как бы, какой-то жесткий, не знаю, жесткое внимание на дизайн я бы обращать не советовал. Самое главное, чтобы она не перенагревалась, работала без проблем и, наверное, была компактной. Вот и все. Насчет цены в 300 баксов. Как по мне, это просто подарок для NextGen'а, особенно для стран СНГ, поскольку у нас население небогатое. И чтобы получить новые игры, не переплачивать там за 4К, не переплачивать за дисковод, вот эта консоль, это просто лучший вариант. Опять же, смотря на все характеристики данной консоли, понятное дело, что майки пытались эту консоль сделать мега бюджетной, просто мега. Они убрали оттуда дисковод, они не парились над дизайном, плюс они сделали жесткий диск на 512 гигабайт. Это мало, да, это действительно мало, потому что одна варзона весит там, по-моему, около 120 гигабайт, RDR точно 120 гигабайт весит. И для того, чтобы хранить в этой консоли как можно больше игр, ее будет недостаточно. То есть, либо ты докупаешь SSD-шник, либо подключаешь обычный жесткий диск. Но здесь одно есть но. Обычный жесткий диск работает только на игры от Xbox One или от Xbox 360-го. То есть, новые игры, которые выйдут там, я не знаю, ну, например, Resident Evil Village, он может переброситься на обычный жесткий, но он не будет с него запускаться, поскольку для того, чтобы запустились новые игры, нужно их перекачивать на SSD-шник. Вот, поэтому как бы это минус. Кстати, если что, SSD-шник стоит, по-моему, в районе 10 тысяч на терабайт, то есть, это довольно-таки дорого. Насчет разрешения игр. Если что, игры будут работать либо в 1080p, либо в 2К, с возможностью апсейла до 4К. Честно сказать, вот этот апсейл, он мало что дает, потому что данный апсейл есть еще на Xbox One S. И, честно, разницы, ну, не особо есть. Самое главное, чтобы в этой консоли было не ниже 1080p, поскольку 1080p, это такое разрешение, как по мне, оно самое оптимальное. То есть, не у многих есть 4К телек, и, в принципе, данное разрешение должно понравиться всем. Опять же, если вы хотите там 4К разрешение, покупайте Xbox Series X, которая стоит будет около 50 тысяч, ну, на мой взгляд. Пока цену не объявили, но я ставлю все-таки на 50 тысяч. Если вы не хотите переплачивать за разрешение, берите Series S и не парьтесь. То есть, очень классно. Либо бюджетный вариант, либо доплачивать до того, что ты хочешь. Также в этой консоли мне понравилось то, что будет возможность поиграть до 120 фпс. Это реально круто, поскольку по опросам многих волнует именно количество кадров в секунду, нежели разрешение. То есть, если вам нужны кадры, то это к Xbox Series S без разрешения. Это, как по мне, просто офигенно за 300 баксов. Насчет концепции консоли и самого трейлера. Идея консоли просто замечательна. Просто гена на, как говорится. 300 баксов, консоль твоя, новые игры, сиди и не парься. Но если вы пересмотрите трейлер, то вы, наверное, удивитесь. Ни одного упоминания терафлопсов. И на мой взгляд, это как-то странно. Потому что, когда они анонсили Xbox Series X, они капец как акцентировали, пацаны, 19 терафлопс, 19 терафлопс. Здесь же нету этого ничего. Сделано это, скорее всего, потому что у данной консоли терафлопс ниже, чем у Xbox One X. Да, поговорю, что у этой консоли лишь 4 терафлопса, а у Xbox One X все 6. Вот так вот. И данная ситуация, как по мне, она немножко приоткрывает нам тайну на эти самые терафлопс. Что, заметьте, терафлопс будет меньше, да, а новые игры будут тянуться и будут еще работать 120 FPS. А как же тогда One X? Да, я понимаю, что железки все-таки разные, там разная архитектура, все дела. Но все же, сначала они топят за эти терафлопсы, потом они их как бы не показывают. И как бы, ну, как-то странно, да? Исходя из этой ситуации, многие спрашивают, а что делать тогда с One X? Я читаю много комментариев и прихожу к выводу, что многие не хотят переходить на новое поколение. Типа, блин, здесь нету 4К, лучше тогда на One X посижу. Но дело в том, что это консоль нового поколения, которая будет тянуть все новые игры. То есть на One X не выпустят тот же Resident Evil Village, скорее всего, не выпустят Fable, новую Forza. А вот на вот эту вот маленькую консоль выпустят. И дело в том, что если ты хочешь играть в новые игры, ты должен купить вот эту консоль. Да, ты будешь сидеть без 4К, но зато с возможностью играть в 120 FPS. Поэтому дело выбора. Опять же, после этого видоса мне не очень будет понятна концепция Xbox Series X. Потому что у этой консоли нету терафлопс, да, о них не говорят, а у новой есть. И типа, у меня вопрос, важны они или не важны. Но в любом случае прикольно то, что 120 FPS, тут будет SSD, будет торсировка лучей, что также очень клево. И просто шоколадная консоль для SNG, я считаю. Просто офигенно. Единственное, что в этом трейлере мне, наверное, не понравилось, так это то, что очень мало обратили внимание на игры. Такое ощущение, что нас все-таки на старте ничего не ожидает вообще. Да, там ставили трейлер Halo Infinite, но мне кажется, ставили его чисто для галочки. Потому что на данный момент неизвестно, когда выйдет Halo Infinite. Опять же, повторяюсь в который раз, консолька прикольная, прям, пацаны, лайкусик за нее. Вот, очень хочется дождаться, она выйдет в ноябре. Поговорят, что она выйдет либо 6 ноября, либо 10. Но инсайдеры и нынешние слухи говорят, что все-таки 10 она выйдет. Вот, повторяю, что она будет стоить 300 баксов. Это практически 23 тысячи, но учитывайте, что мы живем в России, и это значит 30К. Это просто офигенно, и будем, короче, ждать. Напомню, что на сегодняшний день майки не подтвердили цену на Xbox Series X, и поговорили, что ее ценник будет в 500 баксов. На мой взгляд, это тоже очень шоколадная цена, и все будет зависеть от решения Sony. Потому что я больше склоняюсь к тому, что Xbox Series X будет все-таки стоить 600 баксов. Потому что здесь она стоит 300, вот эта вот консоль, из-за того, что тут нет дисковода. А, так скажем, жесткий диск на 500 гигабайт там же, это все будет во много раз больше и во много раз, так скажем, качественнее, так скажем. В общем, очень рад, что майки наконец-таки решились заанонсить, хоть таким образом. Ну, знаете, мне вот этот слив напоминает некую маркетинговую стратегию, что, в принципе, компании, которые хотят держать все в секрете, они держат до последнего секрета. То есть, ну, у них это получается сделать. Когда они хотят, чтобы слили, они делают такие сбросы. Это, знаете, то же самое, как, ну, просто выложили обзор на новый контроллер Xbox Series S. Вот, поэтому, мне кажется, майки сами причастны к этой фигне, поскольку даже когда они реагировали на это, они бы там прислали мем, что, типа, пацаны, что происходит. Короче, ждем новые консоли, надеемся, что с ними все будет замечательно, надеемся, что нам подвезут очень много крутых игр, как можно быстрее, потому что на старте, скорее всего, не будет. Надеемся на очень клевые эксклюзивы и надеемся, что цены будут все-таки шоколадные и их может позволить каждый. На этом, в принципе, все. Вот такой вот видос. Если он вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите свое мнение по поводу Xbox Series S, по поводу всей этой движухи. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok